Открытый конструктивный разговор – вот, пожалуй, самый верный путь к решению любых проблем, особенно связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Поэтому организаторы форума «Управдом» создали все условия, чтобы представители Советов многоквартирных домов могли беспрепятственно обсуждать насущные вопросы сотрудниками администрации и управляющих компаний. Вопросов очень много, и если их не обсуждать достаточно часто, то это порождает, соответственно, определенные сложности, порождает жалобы жителей, которые мы хотим снять путем вот именно такого взаимодействия и предупредить. В этот раз на повестку дня было вынесено шесть наиболее актуальных вопросов. Грядущий месячник благоустройства, монополия интернет-провайдеров, установка и пользование общедомовыми приборами учета коммунальных услуг, проблемы военного городка Петровская и самые ключевые – заключение договоров с управляющими компаниями и создание в каждом доме своего совета. Управляющая компания, она либо предоставляет некачественно, либо недостаточно, либо совсем не предоставляет какие-то услуги, но деньги за это берет. И вот, чтобы в одиночку с этим не сталкивались жители, чтобы это была координация действий, чтобы все вопросы решались быстро, своевременно и правильно в пользу защиты интересов жителей Ленинского района. А для этого необходимо создание в каждом доме своего совета. Так хотела поступить и инициативная группа жителей дома номер 9 по Березовой улице. Ее представители тоже посетили форум. И все бы было хорошо, если бы недавнее противостояние жителей с ДЭЗом номер 6. Оно длится несколько месяцев, и до сих пор его руководство продолжает ставить людям палки в колеса. Придя с форума, мы обнаружили, что ДЭЗ-6 и застройщик Ленинвест создают свой альтернативный совет дома. В списке, который они представили на рассмотрение, есть персоны, которые не живут в нашем доме. Но жители не собираются сдаваться. Как действовать в такой ситуации, они научились на сегодняшнем форуме. Поэтому произнесенная Нонной Мордюковой фраза о том, что управдом друг человека, сейчас, как никогда, для них актуальна. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.